здравствуйте ребята мы с вами начинаем очередную лекцию по биохимии сегодня мы поговорим о катаболизме аминокислот мы продолжаем тему и начнем мы с катаболизма аминокислоты триптофана итак запишите первый заголовок катаболизм триптофана напомню вам строение молекулы триптофана вы его должны хорошо знать это строение это одна из 20 основных аминокислот шестичленный цикл к нему присоединен пятичленный цикл и наш а тут вот группировка аминокислотная которая должна быть у всех аминокислот н н 2 с о о это молекула триптофан и так вот мы сегодня поговорим как в организме катаболизируется триптофана у триптофана два основных пути превращения нашем организме первый путь называется ки-ну-ре-ни-новый путь давайте вот стрелочку вверх нарисуем и напишем ки-ну-ре-ни-новый и второй путь это серотониновый путь серотониновый путь итак два пути ки-ну-ре-ни-новый и серотониновый но соответственно промежуточным веществом в ки-ну-ре-ни-новом пути будет ки-ну-ре-ни-н и веществом которое получается в результате серотонинового пути нетрудно догадаться будет серотонин давайте поговорим вначале о ки-ну-ре-ни-новом пути при превращении триптофана по ки-ну-ре-ни-новому пути образуется витамин pp никотиновая кислота а из нее формируется никотин амид давайте нарисуем формулу этого вещества вот посмотрите гетероцикл шестичленный имеется азот в этом гетероцикле если здесь карбоксил то это никотиновая кислота если в карбоксиле группа h замещена аминогруппой получается амид это будет амид никотиновой кислоты или никотинамид давайте так и подпишем никотинами никотинамид это витамин pp витамин pp мы будем с вами обсуждать еще через несколько лекций тему витамины и будем говорить этот витамин называется pp потому что он противопелагрический пелагра это а витаминоз который возникает при недостатке этого витамина пелагра это итальянское слово пелиагра что означает шершавая кожа это слово обозначает что при недостатке этого витамина развивается дерматоз красная шелушащаяся кожа ну а есть еще и другие там симптомы но еще раз говорю об этом мы будем более подробно говорить когда будем разбирать тему витамин вот иногда сразу ваше внимание обращая мы говорим что витамины это жизненно важные вещества которые организм не может синтезировать это не совсем точно вот например витамин pp мы можем синтезировать мы его синтезируем из трептофана почему же он витамин а потому что надо добавить который организм не может синтезировать или синтезирует в недостаточном количестве то есть мы не можем обеспечить себя полностью эндогенным витамином pp поэтому витамин pp должен поступать в наш организм из пищи и так никотина никотиновая кислота и никотиномид витамин pp это результат кинуренинового пути что же происходит при серотониновом пути при серотониновом пути вначале происходит декарбоксилирование и получается практически такое же соединение но без карбоксильной группы ch2 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 nh2 вот это вещество как вы понимаете это амин и был трептофан а настал триптомин вещество называется триптомин триптомин дальше триптомин может присоединять группу h гидроксилироваться и тогда получается вот вещество через которого и назван этот путь вещество серотонин ну так как у меня там нету места я нарисую сюда если вы можете у вас в тетрадке место есть вы продолжаете в ту сторону вот давайте мы нарисуем дальше я сотру название трептофан чтобы у нас поместился тут серотонин и вот перерисовываем наш здесь такая же группировка 22 и наш 2 а здесь у нас появляется группа ваш вот и вот это вещество уже с группа h называется серотонин серотонин таким образом давайте еще раз посмотрим на все что у нас теперь есть на доске аминокислота триптофан одна из давайте все таки чтобы было видно здесь все таки возобновлю надпись 3 то фан вот да аминокислота триптофан одна из 20 основных аминокислот для которых у нас есть генетический код который включается в состав белка при биосинтезе белка и вот аминокислота триптофан нашем организме может метаболизируется по двум путям кинолининного путь с образованием витамина пп никотиновой кислоты и никотинамида и и второй путь серотониновый я отойду чтобы стрелочка вам была видна серотониновый с образованием триптомина а из триптомина путем гликозилирования образуется так называемый биогенный амин серотонин очень важное вещество биологически активное вещество давайте теперь будем более подробно говорить о каждом из этих путей примерно всего лишь 95 процентов из 100 приходится на вот кинолининовый путь то есть большее количество молекул триптофана превращается в витамин пп и примерно один процент приходится на серотониновый путь но тем не менее этот один процент дорогого стоит потому что в результате образуется чрезвычайно важное вещество биогенный амин серотонин или как мы его еще называем гормон местного действия наш это не настоящий гормон настоящие гормоны синтезируется железами внутренней секреции и оказывают свое действие очень широко иногда на большой дистанции вот место выработки серотонин относится к группе биогенных аминов ну или вот гормона подобное вещество или гормон местного действия еще иногда называют вот давайте поговорим о нарушении кино ренинового пути есть такое заболевание наследственное которое называется болезнь харднупа болезнь харднупа обычно название болезни дают в честь ученых которые описали эту болезнь данном случае это совсем не так болезнь названа в честь пациента больного у которого эта болезнь была выявлена харднуп это фамилия мальчика который родился от брака двоюродных брата и сестры вы знаете что при близкородственных браках возможно возможно встреча двух дефектных рецессивных генов и образование гомозиготы с признаками болезни вот это как раз тот случай и брат и сестра двоюродные брат и сестра они близкие родственники они поженились и каждый был носителем одного дефектного гена оба были гетерозиготы у них не было у самих заболевания но они свои дефектные гены подарили своему сыну и вот у этого сына развилась болезнь которую в честь него и назвали болезнь харднупа таким образом мы можем следующую фразу записать о том что это наследственное заболевание которое наследуется по аутосомно-рецессивному типу то есть это наследственное заболевание которое наследуется по аутосомно-рецессивному типу что это значит это значит встречается одинаково часто у мужчин и у женщин связано с аутосомами они с половыми хромосомами и проявляется только при встрече двух дефектных рецессивных генов. У гетерозигот это заболевание не проявляется. Какие же симптомы этого заболевания? Первое. Это пелагроподобные поражения кожи. Помните, я вам говорил, пелагра – это авитаминоз по витамину ПП. Он называется пелагра. И вот пелагроподобные поражения кожи – это покраснение, шершавая, красная кожа. Особенно эти пятна возникают под влиянием ультрафиолетово-солнечного облучения. То есть пелагроподобное поражение кожи. Красная, шершавая, шелушащаяся кожа. То есть это фрагменты, кусочки кожи, пятна такие образуются на теле у человека. Но это нетрудно понять. Почему? Потому что при болезни Хартнупа нарушается кинурениновый путь. И таким образом снижается синтез никотинамида. Помните, я вам говорил, 95% приходится на кинурениновый путь, а здесь этот путь заблокирован. И в результате организм испытывает состояние, похожее на авитаминоз ПП. Итак, первый признак мы написали – это поражение кожи. Второй признак. Второй признак связан с поражением нервной системы. Это психические расстройства, заторможенное развитие. Ребёнок рождается, и он отстаёт в развитии от своих сверстников, в умственном развитии. И проявление может быть также мозжечковое атаксие. Нарушение, связанное с дисфункцией мозжечка, с координацией движения. Кроме того, в моче определяется индолуксусная кислота. Ну, давайте я её где-нибудь нарисую, потому что вы должны её формулу знать. Давайте я никотиномит сотру. Он у нас уже был. Вот. А на его месте... Ну и давайте мы тогда и кинуренину эту стрелочку сотрём, потому что как раз при болезни Хартнопа эта стрелочка исчезает. И вот образуется продукт, который вызван тем, что основная масса терриктофана переключается на серотониновый путь. И вот появляется в моче вот такое соединение. Индолуксусная кислота. Вот этот гетероцикл, это индол, и к нему присоединена группировка, напоминающая уксусную кислоту. Вот при болезни Хартнопа в моче определяется индолуксусная кислота и индикан. То есть это может быть диагностическим признаком данного заболевания. Итак, первое – это поражение кожи, второе – это поражение нервной системы, отставание в умственном развитии, психические расстройства, возможен бред у этих больных и мозжечковое такси. И третье – это диагностический признак. В моче появляются вот такие вещества, как индолуксусная кислота. Какие же есть подходы к лечению данного заболевания? Ну, они напрашиваются, потому что, как вы понимаете, в организме снижено количество витамина ПП. Значит, в качестве лечебных мероприятий может быть, во-первых, введение перорального витамина ПП, никотинамида, никотиновой кислоты. И, во-вторых, это диета очень богатая белковой пищей. Потому что, чем больше трептофана, вот наш трептофан, чем больше трептофана, тем больше вероятность, что хотя бы часть из него превратится по кинурениновому пути витамин ПП. Еще раз. Значит, назначение перорального витамина ПП и богатая белками пища. Теперь давайте мы с вами поговорим о вот этом пути и об образовании серотонина. Это вещество чрезвычайно важное и считается, что ну вот инициативность, уверенность в себе, хорошее настроение, все это связано с достаточным уровнем серотонина. и тут возникает достаточно интересное соображение по поводу роли серотонина. Американские и немецкие ученые провели ряд исследований. Их интересовала тема ну какие качества должны быть у руководителя, у вождя, который поведет за собой остальных людей. То есть вот если так кратко сказать, они изучали эффект или феномен вождизма. Они проводили исследования как на людях, так и на животных, в том числе на обезьянах. И результатом этих исследований оказалось следующее, что вождем, руководителем, главарем, например, в обезьяннем стаде как ни странно очень часто оказывается не самая крупная особь, не самая сильная особь, и не самая умная особь. То есть, казалось бы, один может подавить всех силой, других другой размером, третий своей сообразительностью. Нет, оказывается, это не главные качества предводителя, а какие главные качества. И тогда провели химический анализ крови вожаков обезьянных стадей. и оказалось, что у них в крови, во-первых, понижено количество гормонов стресса, то есть, когда все стадо из-за чего-то испугалось, у всех выделился адреналин, началась паника, у вождя уровень адреналина ниже. Вождь остается спокоен, он не подвержен страху, он не подвержен стрессу, и, во-вторых, у вождя выше уровень серотонина. Мы продолжим чуть позже эту тему, а теперь давайте поговорим об эксперименте, который поставили на людях, на добровольцах. Взяли группу людей, как взрослых, так и детей, и предложили им выпить ужасно неприятный, невкусный, горький напиток. Ну, такой, который не должен понравиться. Человек, если пробует напиток, сразу морщится такая гадость. Но поставили им условие, что вы должны изображать, как будто бы это очень вкусный напиток. ну, просто вы получаете несказанное наслаждение от того, что пьете. И снимали на видеокамеру, как добровольцы пили эту гадость и изображали, что им эта гадость нравится. И, соответственно, по этим видеозаписям выделили тех, кто оказался большим обманщиком. те, кто умеет лучше врать, скажем так, ему дают горькое, а он врет, что ему дают что-то вкусное. Ну, а что дальше? А дальше вот что. А дальше, не предупреждая этих людей, создали стрессовую ситуацию. Ну, например, вдруг в студии где-то записаны, начали кричать пожар, пожар, все эвакуируются или там еще какие-то проблемы. Мы сейчас там прорвало какую-то трубу, всем надо уходить. То есть была создана искусственно ситуация, которая должна была привести к стрессу. И вот тут оказалось, что наиболее спокойными, наиболее выдержанными оказались те, которые лучше всего врали. Таким образом, как это ни странно, для предводителя нужно еще такое качество, как умение врать. Дальше оказалось, что еще одно важное качество для вождя – это быстро ориентироваться в изменяющейся окружающей действительности. Если человек долго соображает, долго думает, он может быть, скажем, хорошим ученым, он может принимать какие-то важные решения, но когда возникает критическая ситуация, когда надо быстро сориентироваться, такие люди не могут за собой повести остальных. Для этого вождь должен быстро сориентироваться и сказать, что надо делать остальным, а остальные ему таким образом доверяют. Иногда такие вожди заводят тех, кто пойдет за ними в большую неприятность, большую трагедию. Например, что-то произошло рядом с обрывом и вождь говорит, я знаю, что надо делать, все прыгайте в обрыв, и все за ним прыгают в обрыв и все погибают. Помните, я вам говорил, что вождь не всегда принимает правильные решения, потому что это не всегда самая умная особь, но он должен уверенно сказать, все за мной и все идут за ним и только потом оказывается прав он был или не прав. Теперь вернемся от этого эксперимента, который ставили на людях-добровольцах к эксперименту, который ставили на обезьянах. Но прежде я вам хочу вот обрисовать такую картину. Наверное, вы все были в зоопарке, видели обезьян, особенно когда много обезьян находятся в большой клетке, в большом вольере. И вот представьте себе, что в вольере сидит много павианов, и один из них вожак, который пользуется непререкаемым авторитетом. Я расскажу вам историю, которую я сам наблюдал в одном из столичных зоопарков. Подошли посетители к вольеру, где сидели эти обезьяны, и все там было как-то мирно, спокойно. Там эти обезьянки, мамы, таскали на себе малышей, какие-то уже подросшие малыши бегали, резвились. Ну, какая-то там жизнь шла в этой клетке. И вдруг кто-то из посетителей бросил в клетку яблоко. Вернее, даже не яблоко, а грызок яблока, недоедливый яблоко. И вдруг в клетке сразу что-то произошло. Все малыши, подростки бросились в рассыпную. Не подбежали к яблоку, чтобы его попробовать, это же лакомство все-таки. Нет, они побежали куда-то и попрятались по углам клетки. И только потом стало ясно, зашевелился в углу клетки вожак. Он медленно, не спеша подошел к этому огрызку яблока, все остальные попрятались. Он его поднял, понюхал, откусил кусок, бросил и ушел к себе опять в угол. И после этого все, кто прятались по углам, подбежали к этому огрызку и начали драться за него. Так вот, понимаете, что непререкаемый авторитет вожака. Так вот, у этих вожаков определяли уровень серотонина. И оказалось, что он намного выше, чем у остальных обезьян из этого же, как бы, из этой группы. Тогда сделали такой эксперимент. Вожака убрали из клетки, из вольера. И тут же его место занял следующий самец по уровню серотонина. То есть, вот определили у всех уровень серотонина, и вожака убрали, и тот, у кого был на втором месте уровень серотонина, он тут же стал вожаком. Тогда сделали еще более интересный эксперимент. Искусственно вводили серотонин некоторыми особями, и эти особи тут же становились лидерами. То есть, более того, оказывается, что когда вожака убрать, и даже не вводить серотонин, то у того самца, который займет место вожака, уровень серотонина, высокий уровень серотонина, но он еще начинает повышаться благодаря тому, что этот вожак занял должность главного в стае. И если, еще раз говорю, если вводить серотонин, то особь и поменьше, и послабее начинала революцию и свергала вожака. То есть, из всех этих экспериментов был сделан вывод, что вот это вот вещество, вот, сюда надо смотреть, вот это вещество серотонин, да, оно определяет поведение особи, и оно определяет, может ли особь стать руководителем, вождем, главарем, как хотите это назовите. Другое дело, что потом этот вождь делает с этим серотонином, я еще раз повторяю, некоторые вожди, некоторые вожаки, они принимают очень опасные решения, которые могут привести к гибели тех, кто за ними пошел, но наличие серотонина определяет вот способность к вождизму. И возникает вопрос, а что будет, если серотонина будет мало? И действительно, изучали уровень серотонина у разных людей, смотрели, как себя чувствуют люди, у которых уровень серотонина по нелю? Оказывается, что эти люди испытывают очень плохое, у них очень плохое настроение, они плохо спят по ночам, желание осуществляют насилие над другими особями. То есть, низкий уровень серотонина – это болезненное состояние, которое приводит к отсутствию счастья у особи. А что же делать? Можно ли как-то повысить уровень серотонина? считается, что высокий уровень серотонина, высокая концентрация в бананах. Поэтому рекомендуют, если у вас есть какая-то неуверенность в себе, если бессонница мучает, то добавьте в диету побольше бананов, для того, чтобы повысить уровень серотонина. вот считается, что бананы входят, например, в диету многих менеджеров, которые уже давно знают о таком свойстве этих фруктов и используют их в пищу для того, чтобы всё время повышать тонус. Более того, оказалось, что если уровень серотонина очень низкий, то это характерно для такого психического заболевания, как шизофрения. есть прямая зависимость между уровнем серотонина и ощущениями человека, и чем больше серотонина, тем он чувствует себя лучше и увереннее. Есть некоторые карциномы, злокачественные опухоли, при которых повышается уровень серотонина за счёт усиления серотонинового пути обмена трептофана. И тогда появление вот индолуксусной кислоты в моче может быть диагностическим критерием. Ну вот такая интересная аминокислота трептофана. Теперь давайте мы поговорим ещё об одной аминокислоте, о гистидине. я стираю всё с доски. Итак, мы сейчас поговорим ещё об одной аминокислоте, которая тоже относится к 20 основным аминокислотам, которая тоже необходима организму, потому что встраивается в белок при биосинтезе и для которой тоже имеется генетический код. Итак, аминокислота гистидин. Она имеет пятичленный цикл. Здесь NH азот, а здесь аминокислотная группировка CH2, CH, NH2, COOH. Гистидин. Если на эту аминокислоту подействует фермент гистидин декарбоксилаза, нестидин декарбоксилаза, вот так, то произойдет декарбоксилирование, понятно, да? То есть вот группа СООН уйдет, и образуется еще один очень важный биогенный амин, который называется гистамин. Гистанин. 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 Ну вот, видите, все то же самое, только нет карбоксильной группы. Но из обычной нашей аминокислоты мы вдруг получаем чрезвычайно биологически активное вещество гиставин. Еще раз напоминаю, путем декарбоксилирования гистидин. И гистамин тоже является гормоном местного действия. Он вот когда его выбрасывают клетки, он оказывает локально свое действие. Но может быть и выброс системный многими клетками гистамина, и тогда может возникать гистаминовый шок, который даже может привести к смертельному исходу. Давайте поговорим о том, как действует гистамин. Вот буквально по пунктам, каким он действием обладает. во-первых, он вызывает расширение капилляров. И вот при гистаминовом шоке, если гистамин выбрасывается системно, многими клетками, и капилляры во всем организме расширяется, то объем кровеносной системы резко увеличивается, потому что вы понимаете, что большая часть объема кровеносной системы приходится на капилляры, и вдруг они все расширились. В результате возникает состояние, которое называется кровотечение в собственные сосуды. То есть в определенном объеме кровеносной системы находится определенный объем крови, и вдруг первый объем становится гораздо больше, чем второй. В результате в большом объеме кровеносных сосудов оказывается мало крови. Вот образно это называется кровотечение в собственные сосуды. Это приводит к тому, что организму не хватает кислорода, потому что кровь не может, небольшое количество крови в огромном объеме кровеносной системы не может обеспечить нормальную циркуляцию и нормальное движение кислорода от легких к ткани. Естественно, при гистаминовом шоке может развиться тяжелое состояние, и даже больной может умереть. Итак, первое это расширение капилляра. Второе, гистамин вызывает спазм бронхов, сужение бронхов, поэтому при выбросе гистамина может развиваться удушье. Капилляры расширяются, а бронхи наоборот сужаются. гистамин. Дальше. Гистамин выделяется, например, когда вас укусит какое-нибудь ядовитое насекомое или другое животное, паук, или какое-нибудь позвоночное животное ядовитое, и на месте укуса возникает жжение. Вот это жжение, оно тоже определяется выбросом гистамина в месте укуса, в месте попадания яда. Кроме того, это третье, гистамин вызывает субъективное ощущение жжения. Дальше. Четвёртое. Гистамин может быть медиатором для передачи импульсов в нервной системе от периферии к центру. То есть, он играет важную роль в функциях нервной системы. Ещё раз. Он участвует в передаче информации от периферии к центру. Дальше. Гистамин вызывает усиление выделения желудочного сока и слюны. То есть, гиперсоливацию, большое количество слюны выделяется, когда вырабатывается гистамин, и выделяется большое количество желудочного сока. Это тоже всё действие гистамины. гистамины. Это было пятое. И, наконец, шестое. Гистамин увеличивает проницаемость сосудистой стенки. И, как результат, возникает отёк, потому что жидкая часть крови пропотевает в ткани. Вот такой комплекс действий, которые вызывают гистамин. естественно, вы понимаете, что гистамин вырабатывается, например, при аллергических реакциях. И иногда вот для того, чтобы нивелировать, уменьшить эффект избытка гистамина, используют антигистаминовые препараты. Их целая серия этих лекарств. И все они направлены на том, чтобы уменьшить активность дистидин-декарбоксилаза. То есть они уменьшают образование гистамины. Ну, некоторые препараты, например, димедрол, пипальфен, вы, наверное, все знаете эти названия, диазолин. Эти вещества, которые снижают уровень гистамин. И антигистаминовые препараты, например, можно применять при аллергических реакциях. Но у них есть еще один эффект. Они все практически обладают в той или иной степени выраженности снотворным действием. Почему это? Потому что я еще раз говорю, что гистамин, он как бы осуществляет передачу информации от периферии к центру. И когда количество этой информации уменьшается, то центральная нервная система переходит в более спокойное состояние и возникает сонливость. это одно из направлений превращения гистидина, то есть образование важного биологически активного вещества гистамин. Второе направление. гистидин участвует в образовании белков, во всех белках есть гистидин, но в некоторых белках этой аминокислоты особенно много. И вот, например, аминокислоты гистидин, много аминокислот гистидина встречается в таких белках, как гистонах. Даже название похоже, гистоны. Гистоны – это щелочные белки, это фактически те катушки, на которые у нас намотана молекула ДНК в формосомах. И кислая кислота, дезоксирибонуклеиновая кислота, взаимодействует с щелочными белками, потому что в них много щелочной основной аминокислоты гистидина, и получается вот такая упаковка молекул ДНК. таким образом гистидин идёт в большом количестве на синтез белков гистона. Ну и наконец, из гистидина в организме может синтезироваться глутаминовая кислота. Вот как бы это три направления, куда идёт гистидин в нашем организме. ну вот в целом эту тему мы закончили и теперь мы переходим к следующей теме. Запишите пожалуйста заголовок обмен сложных белков. Обмен сложных белков. я стираю всё с доски. Обмен сложных белков. и мы с вами сегодня поговорим начнём говорить скажем так об обмене белка гемоглобина. Обмен белка гемоглобина. Давайте я запишу. Это значит заголовок обмен сложных белков и под заголовок обмен гемоглобина. Или катаболизм гемоглобина. Потому что мы сегодня будем говорить в основном о катаболизме о распаде гемоглобина. Катаболизм гемоглобина. Ну гемоглобин вы все знаете это белок красного цвета. Красный цвет передаёт этому белку гемовая группировка. Она устроена следующим образом. Сейчас я вам покажу. Вот. Это четыре пирольных кольца соединённые мостиками. А в центре находится ион железа. Таким образом гем состоит как бы из двух частей. Из неорганической части представленной железом и органической частью представленной кольцом из четырёх пирольных колец. Это так называемое порфириновое кольцо. В молекуле гемоглобина четыре субъединицы. Каждая представлена субъединицей белковой частью и небелковой частью. Белковая часть называется глобин, а небелковая часть называется гем. Таким образом в молекуле гемоглобина четыре глобина и четыре гема. Это достаточно сложный белок, имеющий четвертичную структуру. Вы понимаете, раз четыре субъединицы, четыре полипептидных цепи, да ещё и четыре гемовые группировки. Поэтому когда возник вопрос о том, чтобы определить пространственную структуру белков, и один из английских учёных по фамилии Перутс, я сейчас запишу вот здесь, замахнулся на то, чтобы определить пространственную структуру такого огромного белка, гемоглобин, четыре субъединицы, четыре гемовые группировки и так далее, то мало кто верил в успех этого предприятия. Но как раз в те времена, а это были 50-е годы 20-го века, были использованы две новые технологии. Первая технология это появление компьютеров. Тогда компьютеры представляли собой не такие маленькие приборы, как сейчас. Компьютер, который находился в Кембридже, где работал Перутс, он занимал подвал большого здания. И работал он чрезвычайно медленно. Выстраивалась целая очередь ученых для того, чтобы поработать на этом компьютере. Вы помните, первые компьютеры, может быть, слышали, они работали на перфокартах, специальных картонных картах, пробивались дырочки, таким образом программировалась работа этих компьютеров. Ну, в общем, сейчас это может вызывать только смех, а тогда это был революционный прорыв в технологии, то есть появились первые компьютеры. И вторая инновация, технология, которая появилась, это был рентгеноструктурный анализ. Кристаллы особо очищенных веществ, ну, вот, например, если белок очень хорошо очистить, то он может кристаллизоваться. А кристаллизоваться, это значит, что все молекулы будут там находиться в определенном порядке. Так вот, кристаллы веществ, в том числе кристаллы белков, облучали рентгеновскими лучами и получали картинку, с помощью которой предсказывали пространственную ориентацию полипептидных цепей. А для того, чтобы это интерпретировать, вот как раз и нужен был тот огромный, неповоротливый, медленно работающий компьютер, о котором я вам говорил. Таким образом, появление рентгеноструктурного анализа и компьютера вот в 50-е годы 20-го века позволило Перуцу замахнуться на расшифровку пространственной структуры гемоглобина. И самое интересное, что это ему удалось. Он провел невероятно большую работу, очень изящную, очень аккуратно сделанную, и результатом оказалась модель, в которой он предложил вариант укладки полипептидных цепей в молекуле гемоглобина. За эти исследования он получил Нобелевскую премию. Кстати, Нобелевскую премию он получал вместе в один день, в один час, вместе с Отсоном и Криком, которые тоже работали в Кембридже. Кстати, Перуц был их начальником, и которые занимались исследованием ДНК. Но мы об этом поговорим еще в одной из следующих лекций. Это целая детективная история. У них была совершенно другая тематика, и они занимались ДНК в свободное от работы время, причем очень мешали своему начальнику Перуцу проводить исследования гемоглобина. Но так или иначе, все они получили потрясающие результаты, и все были награждены Нобелевской премией. Еще с ними получал Нобелевскую премию еще один ученый из их же группы это Кендрю, который расшифровал такими же методами, как Перуц строение белка миоглобина. И вот за гемоглобин, миоглобин Перуц и Кендрю получили Нобелевскую премию, а за ДНК Нобелевскую премию получили у Атсон и Крик. Все это происходило как бы в одно время, в один час они получали вот эти две Нобелевские премии. Но вернемся к нашему гемоглобину. Я сниму с доски эту табличку. Гемоглобин, функция его какая, вы это хорошо знаете, функция гемоглобина перенос кислорода от легких тканям. Для чего нужен кислород тканям? Это мы тоже говорили об этом, у нас этому было посвящено несколькие лекции. Гемоглобин захватывает кислород в легких и транспортирует его в ткани, там он отдает кислород, и кислород используется для реакции окисления, в результате выделяется энергия, за счет которой мы живем с вами. А где находится гемоглобин, это тоже вы прекрасно знаете, гемоглобин находится внутри эритроцитов. И таким образом эритроциты циркулируют от легких тканей, переносит кислород. Также происходит эвакуация углекислого газа, который образуется в результате распада органических веществ в тканях. Но это вы все хорошо знаете. А вот теперь возникает вопрос. А скажите, а что происходит с гемоглобином после того, как он выполнил свою функцию? Какова его судьба? Вот об этом мы сейчас и будем с вами разговаривать. Нас интересует, что произойдет с гемоглобином после того, как эритроцит постарел и после того, как эритроцит разрушился и гемоглобин вышел в кровь. И как он дальше метаболизирует. А почему это так важно разобрать? Почему мы об этом будем подробно говорить? Потому что по одному из продуктов распада гемоглобина, а именно по пигменту билирубину, можно ставить дифференциальный диагноз желтух. желтух. Желтухи это такие патологические состояния, при котором повышен уровень билирубина. Желтухи бывают разные по своему происхождению и соответственно и лечить их надо по-разному. Желтуха это не болезнь, желтуха это симптом многих болезней, при которых повышается уровень билирубина в крови. И вот поэтому нужно очень хорошо знать катаболизм гемоглобина врачам и знать как образуется билирубин и что потом образуется из билирубина потому что пигменты которые образуются в результате катаболизма уже билирубина тоже определяются в моче, в крови, в экскрементах и по ним тоже ставится диагноз. Но для того чтобы это все понять, для того чтобы поставить диагноз, для того чтобы правильно лечить больного, спасти больного, не угробить его, нужно знать как происходит превращение гемоглобина. Вот давайте посмотрим на следующую табличку. вот на эту в начале. Ну вот так как-нибудь чтобы она у нас ровно не села более-менее. Немножко наклоняется, ничего страшного, я буду ее придерживать. Да, так вот посмотрите. Гемоглобин, он пока эритроцит функционирует, он занимается своими делами, то есть он связывает кислород и этот кислород переносится в ткань. Но эритроцит стареет. Вот всегда когда у студентов медика спрашивают, скажите, сколько живет эритроцит? Все говорят, 120 дней. Ну примерно 120 дней живут эритроциты, а дальше они начинают разрушаться. И иногда первые изменения гемоглобина, распад гемоглобина начинает происходить уже в самом постаревшем эритроците. А иногда после того, как эритроцит разрушается в селезенке, в печени, в костном мозге и так далее, то из эритроцитов выходит гемоглобин и дальнейшее его превращение происходит уже в кровеносном русле. Вот посмотрите. Мы сейчас это напишем на доске, я просто хочу, чтобы вы представили, как это выглядит на общей схеме. Каждый гемоглобин 4 субъединицы, в каждой субъединице есть белокглобин и вот это гемовая группировка. Помните, я вам сказал, парфириновое кольцо, это 4 пирольных кольца, соединенных кольцо и посередине железа. Первое, что происходит, это так называемая гемоксигеназная система, можно просто сказать, гемоксигеназа действует на гем, и в результате парфириновое кольцо разрывается. Видите, 4 пирольных кольца, они были по кругу, а тут они как вагончики в электричке. Видите, кольцо разомкнулось, и вот они один за другим. И это называется вначале биливердин, а потом билирубин. И вот дальнейшая судьба билирубина заключается в том, что это нехорошее, ядовитое, противное вещество билирубин, оно потом частично нейтрализуется в организме, а именно в печени. Я вот вам сейчас еще одну схемку покажу. А именно в печени в билирубину присоединяются две молекулы глюкуроновой кислоты. Эта реакция происходит, проистекает только в печени, потому что там есть соответствующий фермент. Вот, посмотрите, вот был ген, он развалился до вот этих четырех вагончиков биливердина, потом образовался билирубин, он пока что очень токсичный, ядовитый и так далее, но печень прицепила к этому билирубину две молекулы глюкуроновой кислоты. Вот видите, к двух средним пирольным кольцам присоединяются две молекулы глюкуроновой кислоты. Билирубин остается токсичным, но уже менее токсичным и после этого он вместе с желчью попадает из печени в кишечник и в кишечнике начинается уже превращение под действием ферментов микрофлоры, которые там находятся, в результате образуется я это все сейчас напишу, я сейчас быстро проговариваю, а потом мы это медленно все запишем. Да, в результате образуется через некоторые стадии уробилиноген и стеркобилиноген. Вот они имеют такое строение, стеркобилиноген, он выходит из организма с мочой и с экскрементами. Ну вот теперь, когда общая схема понятна, теперь мы с вами будем обсуждать, что происходит поэтапно. Итак, возвращаемся к нашему гемоглобину и рисуем схему. После того, как эритроцит разрушился, а иногда даже до того, как эритроцит разрушается, уже начинаются в старом эритроците процессы деградации гемоглобина. И первое, помните, гемоксигеназная система, гемоксигеназа, она разрывает парфириновое кольцо. Вот давайте тут напишем гемоксигеназа и образуется разорванное гемовое кольцо, но белок еще пока здесь, то есть слово глобин остается, а вот это разорванное кольцо, оно приобретает новый цвет, и поэтому оно уже называется не гемоглобин, а вердоглобин. Гемоглобин какого цвета, все знают, да, что гемоглобин красного цвета, пигмент красного цвета, вердоглобин, он зеленый, потому что вердос по-гречески означает зеленый, вот уже как бы в названии зашифрован и цвет этого вещества, верда это зеленый, а глобин это белок, то есть о чем это говорит, это говорит о том, что еще белковая часть присутствует. Дальше. Помните, что гемоглобин состоит как бы из трех частей, ну, четыре субъединицы, а вот каждая субъединица состоит из трех частей. Первая это белковая часть, глобин, вторая это органическая часть, гемо, это порфириновые кольца, то есть пирольные кольца, соединенные в порфириновое кольцо. И, наконец, это неорганическая часть гемо, это железо. Вот после того, как разорвалась связь между пирольными кольцами и образовался вердоглобин, дальше самопроизвольно происходит развал этой молекулы и выделяется глобин ну какова судьба глобина? Это судьба катаболизма белков, мы это разбирали, тирозин там превращается в у него четыре пути превращения, фениланин превращается в тирозин, а потом опять же эти четыре пути, трептофан там, гистидин только что мы с вами разбирали, то есть глобин он распадается до аминокислоты и каждая аминокислота потом подвергается своему пути превращения. Это переаминирование, это декарбоксилирование и специфические пути превращения радикалов. Это мы как бы уже с вами обсуждали. Теперь, дальше, выделяется железо, ион железо, который транспортируется по кровеносному руслу и наконец, вот та органическая часть гема, уже разомкнутого гема, называется биливергин. Биливергин. Какого цвета биливергин? Биливергин, вердос, слово осталось, биливергин – это пигмент зелёного цвета. Таким образом, вердоглобин и виливергин – это зелёные вещества, но вердоглобин – это огромный комплекс белок, железа и разрушенный гем, а биливергин – это только органическая часть гема. Ещё раз вам эту вот схемочку покажу, чтобы вы ещё раз посмотрели, как выглядит биливергин. Вот, видите, биливергин – это разомкнутая порфириновая кальция. Потом, посмотрите, идёт реакция, окислительно-восстановительная реакция с участием на ДЭФ и под действием фермента вот давайте я буду как бы продолжать вот здесь и под действием… опять я напишу биливергин и под действием фермента биливергин редуктазы, биливергин редуктазы, то есть укислительно-восстановительная реакция, редуктаза, под действием фермента биливергин редуктазы, биливергин превращается в следующий пигмент билирубин. следующий пигмент билирубин билирубин это красно-оранжевый пигмент ну правильнее сказать просто оранжевый пигмент если его сильно развести то получается желтый цвет вот цвет сыворотки крови вы наверное все видели цвет сыворотки крови когда изучали различные диагностические методы цвет сыворотки крови желтый вот желтый цвет сыворотки крови определяется именно тем что там находится билирубин помните кровь красная если отделить эритроциты содержащий красный гемоглобин от сыворотки то сыворотка будет желтая потому что там вот находится разведенный оранжевый пигмент билирубин мы только что с вами говорили что билирубин это очень токсичное вещество и поэтому в печени билирубину присоединяются две молекулы глюкуроновой кислоты в результате билирубин был не связаны потому что он не связан с глюкуроновой кислотой не связан а получился билирубин ну какой билирубин связаны то есть теперь он связанный потому что он связан с чем он связан с двумя молекулами глюкуроновой кислоты пишем билирубин связанный билирубин связан ну формулу глюкуроновой кислоты вам надо знать я ее вам вот на этой схемке показывал сейчас мы ее на доске напишем вот смотрите еще раз показываю вот вот этим вот вагончиком билирубин биливергина после окислительно-восстановительной реакции по действиям редуктазы и образованием вот этих вот четырех вагончиков четырех пирольных колец билирубина присоединяются две молекулы глюкуроновой кислоты билирубин это вещество плохо растворимая гидрофобная а наличие вот двух гидрофильных вот этих вот ядер в виде двух молекул глюкуроновой кислоты приводит тому что связанный билирубин становится растворимым менее токсичны ну давайте нарисуем формулу глюкуроновой кислоты фактически вы вот тут у меня место есть я нарисую потом сотру фактически это формула очень похожа на глюкозу за тем исключением что вот тут смотрите кислородный мостик и идет связь на билирубин здесь как у глюкозы ваш идет вниз вверх вниз и вот отличие от глюкозы заключается в том что здесь карбоксильная группа c о о вот поэтому эта кислота потому что тут карбоксил это глюк уроновая кислота соединенная вот она вот через полуацетальный гидроксил с молекулы билирубин красиво было вот и таких молекул глюкороновой кислоты присоединяется к билирубину две только что вы это видели на схеме это очень важная реакция превращение несвязанного билирубина связаны билирубин почему это такая важная реакция потому что это река акция обезвреживания обезвреживания билирубина и превращение нерастворимого гидрофобного билирубина в растворимый гидрофильм и эта реакция идет исключительно в печени потому что только в печени есть фермент который осуществляет присоединение двух молекул глюкороновой кислоты к несвязанному билирубину и фермент имеет очень красивое название я его сейчас напишу на доске вы учитесь в вузе и вы узнаете много интересных новых слов и особенно когда вы узнаете длинные слова вы можете козырнуть ими и вот одно из таких длинных слов это название этого фермента если вас там спросят чем же вы там занимаетесь в вашем медицинском вузе и вы начнете говорить мы делаем то мы делаем это не производит впечатление а вы скажите мы изучаем например фермент уредин дифосфат глюкоронил трансферазу и это сразу окажет воздействие на людей которые это слово слышат первый раз давайте напишем чтобы вы поняли как уредин дифосфат глюкоронил глюкоронил трансфераза видите даже у меня не поместилась в одну строчку какое красивое длинное слово это вот одно слово уредин дифосфат глюкоронил трансфераза ну вот с вами биохимики мы понимаем что ничего сложного в этом слове нет почему ну что это такое уредин дифосфат это удф да макроэргическое соединение удф которому присоединяется глюкороновая кислота поэтому глюкоронил и перебрасывается на белорубин а получает да а почему раз перебрасывается значит трансфераза переносится ну и вот все вместе это уредин дифосфат глюкоронил трансфераза вот вы можете удивить вашего собеседника который не слушал сегодняшнюю лекцию или не учился в медицинском вузе а ты знаешь какой один из самых важных ферментов вот у тебя в печени и у меня не у него вот у тебя печени который дает тебе возможность жить на этом свете это вот уредин дифосфат глюкоронил трансфераза еще раз повторяю что фермент есть только в печени поэтому эта реакция происходит только в печени и поэтому печень такой важный орган в нашем организме еще по другим причинам но в том числе и поэтому поэтому вот все этапы превращения гемоглобина можно разделить на название связанные со словом печень всего три этапа катаболизма гемоглобина это допеченочный этап печеночный этап и после печеночный этап и теперь нам это легко понять вот если мы тут поставим пунктирчик такой здесь и здесь и здесь то все что было до образования несвязанного билирубина это будет до печеночный этап до печеночный этап до печеночный этап вот это единственная реакция но такая важная сурегинги фосфат глюкоронил трансферазы это печеночный этап печеночный этап вот отсюда сюда отсюда вот сюда это печеночный этап печеночный этап и после этой реакции дальше начинается уже после печеночный этап я наше длинное название сейчас сотру она нам тут пол доски заняло мы сейчас его уберем вот итак билирубин связаны так тут у нас тоже мало места поэтому я как-нибудь чтоб красиво было мы сейчас это все изобразим по-другому немножко вот смотрите вот здесь поставим вот этот пунктирчик и вот это будет печеночный этап вот вот он а вот биливергин вот вот так вот стрелочку это вот сюда вернем было понятно что при распаде вертоглобина образуется биливергин теперь видно что вот все что слева меня слева это до печеночный потом вот эта реакция печеночный этап и наконец после печеночный после печеночный сейчас вот так красиво сделаем после печеночный этап после печеночный этап до печени печени и после печь вот иногда я спрашиваю студентов и вы сразу ловитесь я говорю где происходит до печеночный этап может он происходить в печени вы говорите нет уже до печени происходить ничего подобного до печеночный этап может происходить и в печени и начинаться веритроцита и в селезенке и в костном мозге и даже вот когда вердоглобин или там биливергин плавают в сыворотке крови но и в печени тоже но он все равно ночи называется до печеночный а вот этот этап печеночный происходит только в печени поэтому мы говорим что это печеночный этап не ловитесь если вас спросят может ли до печеночный этап происходить в печени вы должны сказать может но не только в печени а вот печеночный только в печи ну и наконец после печеночный этап связаны билирубин вместе желчью через желчевыводящую систему через желчные протоки попадает в 12-перстную кишку и начинает дальше двигаться по кишечнику там уже в кишечнике происходит ряд превращений какие же давайте нарисуем стрелочку вот она здесь будет продолжаться билирубин будет превращаться в мезобилирубин мезобилирубин будет превращаться в мезобилиноген мезобилиноген по-другому называется уробилиноген и под этим названием он больше известен уробили ноги и наконец мезобилиноген дальше двигается по кишечнику и превращается в стерка билиноген вот а дальше стерка билиноген основная его масса выводится уже с экскрементами в окружающую среду сразу скажу что здесь есть некоторая терминологическая путаница и в разных учебниках под словом уробилиноген понимают разные пигменты вот давайте мы с вами договоримся что вы будете это понимать так как я вот вам сегодня и на следующей лекции буду продолжать рассказывать что уробилиноген это мезобилиноген а в некоторых учебников стерка билиноген который попадает в мочу называется уробилиноген но раз в моче значит ура понимаете да урия моча но и мезобилиноген может попасть мочу и стерка билиноген может попасть мочу но мезобилиноген попадает мочу при патологии а стерка билиноген в норме почему я сейчас объясню но более подробно мы будем это с вами разбирать уже на следующей лекции но в двух словах чтобы вы это могли себе представить смотрите ура белиноген который мезобелиноген образующийся в кишечнике он всасывается частично стенкой кишки а все что всасывается в кишке в куда попадает систему какой вены ну понятно в систему воротной вены вена порта и таким образом все что всосалось вот ура белиноген из кишки попадает через портальную систему через воротную вену куда снова в печень то есть вот в печени осуществила превращение несвязанного билирубина в связанный дальше это все попало в кишечник и частично всосалось новой снова попала в печень и вот теперь когда ура белиноген попадает уже как бы повторно в печень но не именно ура белиногена вот это вещество которое превратилось уровень на ген попадает повторно в печи печень ура белиноген полностью разрушает если печень здорово уже вместо вот этих вот вагончиков соединенных которые я вам показывал образуются отдельные пирольные кольца и дальше они метаболизируются все больше уробили на гена нет но для этого печень должна быть здорово то есть всосавшийся из кишечника уробили на ген через систему воротной вены попавших печень полностью разрушается если здорово пить а если печень больно если она не справляется с детоксикационной функции и не может разрушить уробили на ген тогда через больную печень уробили на ген попадает большой круг кровообращения то есть печень его не останавливает а большой круг кровообращения контактирует с почками и через почки уробили на ген выходит мочу поэтому уробили на ген является патологическим компонентом мочи он появляется в моче при патологии такого органа печени иногда говорят вот но студенты которые не ориентируются в этом они говорят ну раз в моче значит это патология почек не в мочу он попадает из-за патологии печени потому что он сосался в кишечнике печень его не остановила больно он попал большой круг кровообращения и через почки вышел в мочу таким образом уробили на ген это патологический фигмент мочи это очень важно вы увидите что это появление уробили на гена определение его в моче чрезвычайно важно для диагностики разных видов желток а теперь стерка белиноген терка белиноген в прямой кишке может тоже частично всосаться но в прямой кишке вы знаете есть геморроидальные вены они не относятся к системе воротные вены они относятся к системе нижней полой вены в это по анатомии учили я надеюсь хорошо помните и венокала инферия и это уже большой круг кровообращения поэтому тот стерка белиноген который всосался в прямой кишке геморроидальные вены он попадает в мочу через почки потому что он минует печень и и таким образом стерка белиноген это нормальный пигмент мочи именно стерка белиногены определяет соломенно-желтый цвет мочи иногда вот тот стерка белиноген который есть нормальной моче называют уровень белиноген некоторых книжках так написано это не точно имейте ввиду что есть терминологическая путаница в моче нормальная стерка белиноген а в патологической патология чего патология печени а в патологической находится ура белиноген ну и последний вопрос почему нормальный цвет мочи желтый и этот цвет мочи ну говорят как соломи на желтый цвет это значит нормальный цвет мочи почему этот соломино-желтый цвет определяется стерка белиногена ну почему понятно потому что это окрашенный пигмент но тут вот чем вопрос но основная масса стерка белиногена выходит на в окружающей среду с экскрементами эксперименты на нормальный цвет экспериментов коричневый а цвет экскрементов тоже определяется стерка белиногена и возникает вопрос почему один и тоже пигмент мочу окрашивает желтый цвет а экскременты в коричневый здесь все дело в концентрации если вы возьмете нальете мочу в пробирочку и будете ее выпаривать то есть уровень жидкости будет снижаться то моча постепенно станет коричневой за счет увеличения концентрации стерка белиногена поэтому пусть это вас не удивляет значит стерка белиноген это нормальный пигмент и мочи и экскрементов которые определяет их цвет это этот признак цвет мочи и цвет экскрементов тоже чрезвычайно важный диагностический признак мы с вами на следующей лекции об этом поговорим при некоторых видах желтух экскременты очень темные при некоторых светлые и зависимости от того что мы видим будет совершенно разное понимание того что произошло в организме и совершенно разное лечение если вы перепутаете и начнете одну желтуху лечить так как лечат другую то вы можете больного не вылечить а отправить на тот свет но для того чтобы это все понимать нужно вот эту схемку держать голове я на следующей лекции начну с того что мы эту схемку возобновим но ее уточним для того чтобы вы понимали какой пигмент куда движется и что появляется в крови что появляется в моче что в норме что в при патологии но об этом мы очень подробно поговорим на следующей лекции а сегодня я с вами прощаюсь желаю вам здоровья счастья не болейте пусть у вас все пигменты будут нормальными и в нормальных средах организма и чтобы никаких патологических пигментов у вас не определяли и тогда жизнь будет прекрасно но главное у вас все время был высокий уровень серотонина чтобы вы получали радость от той жизни которая нам дается один раз я желаю вам счастья до свидания удачи встретимся на следующей лекции я желаю вам счастья до свидания